Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня у нас 22 февраля, день на бирже был в основном отрицательный и в основном отрицательный на индексе NASDAQ. Dow Jones тоже начал свой день отрицательный, минус примерно 150 пунктов, но в течение дня потихонечку поднимался-поднимался и мы закрылись плюс 27 пунктов. 31522 был конечный результат, плюс 0,1%. Standard & Poor's 500 сегодня упал на 30 пунктов. 3877 – конечная остановка, минус 3,25%. NASDAQ упал на 341 пункт. 13533 – конечный результат, минус 2,5%. Это самый худший день, начиная с 27 января. Russell 2000 – индекс маленьких компаний упал на 0,7%, и транспортный индекс поднялся на 107 пунктов, плюс 0,8%. И сырья нефть закрылась на отметке 61,60 доллара за 1 баррель. Золото – 1807,60 доллара за унцию. Серебро – 28,24 цента за 1 унцию. Платина – 1281,10 доллара за 1 унцию. И фунт меди стоит 4,13 доллара. 1 евро равен доллар. 22. Пятилетние госбумаги дают 0,6%. За 10 лет можно получить 1,37%. И 30-летние бумаги дают 2,18%. За границей сегодня Англия – 0,2%. Франция – 0,1%. Германия – 0,3%. И Швейцария – небольшой плюс. Из компаний, за которыми мы сегодня следили. Ну, во-первых, упали технологические компании. NASDAQ упал, как я уже сказал, на 2,5%. OLED – Universal Display – упал на 0,7%. Microsoft потерял 2,7%. Boeing – минус 2,1%. Причем с Boeing было интересно. Мотор, один из моторов на 777-м Boeing, который использовали в самолете с широким корпусом, он развалился. И это не предвещало ничего хорошего для Boeing. Тем не менее, в течение дня Boeing стал положительным и был в плюсах. Но к концу дня опустился и закрылся минус 2,1%. Apple продолжает падать. Apple потерял сегодня еще 3%. Microchip упал на 4,4%. Airbnb – минус 2,9%. Несмотря на то, что рейтинг Airbnb был поднят сегодня до покупать. Nano X Imaging израильской компании упала на 9%. Okta – минус 4,8%. И Amazon – минус 2,1%. Но были и островки положительные. Так, MasterCard прибавил 2,25%. Visa поднялась на 1,75%. American Express прибавил 3,2%. United Health поднялся на 0,9%. Quantum Escape – плюс 4%. И Textainer – это компания, которая, мы уже говорили с вами, они – это компания, которая владеет и также сдает в рент, сдает в лист контейнеры. Во всем мире сейчас нехватка перевозочных контейнеров. У них больше, чем 2 миллиона контейнеров, которыми они владеют и которые они сдают в лист. Они сегодня поднялись еще. Они поднялись на прошлой неделе. И сегодня еще поднялись на 9,9%. Потому что всем нужны контейнеры, кто привозит или перевозит какую-то продукцию. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова